Приветствую всех фанатов волейбола! Сегодня в видео мы поговорим о матчах 5 тура мужской пари суперлиги. Узнаем, смог ли Питер оправиться после обидного поражения в прошлом туре, как прошла битва между студентами и молодежью, а также почему Белогорье и Динамо решили вопросы без негатива. Все прямые трансляции и записи матчей вы можете смотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации Волейбола, а также на новом телеканале Волейбол, ссылка в описании. Как обычно попрошу подписаться на все мои соцсети, ютуб, группа вк, обязательно перейти в телеграм-канал, ведь там я разыгрываю 3 подписки на волейру. Для участия нужно подписаться и нажать кнопку участвую. Наливайте чаек или кофеек, приятного аппетита и приятного просмотра. Начнем с 4 матчей, которые завершились уверенными победами в 3 сетах хозяевами площадки. Противостояние Енисея и АСК запомнилось фотографией после матча. На ней изображена династия Филипповых. Ну как династия, Игорь Филиппов, который слева является просто однофамильцем главного тренера красноярцев и греческого связующего АСК. А вот Юрий и Дмитрий связаны с семейными узами, отец и сын на экранах ваших устройств. Динамо из Ленинградской области без проблем разобралось с Оренбургским нефтянником. А вот Зенит основным составом знатно помучился с Новокуйбышевской новой, чуть не отдав второй сет. Вот что значит мотивация на матч. Встреча Локомотива и Газпром Югры запомнилась лишь долгожданным дебютом Йоан Деляла, который за полтора сета настрелял 7 очков. В остальном, тотальная доминация команды Пламена Константинова за счет агрессивного ввода мяча в игру. Отправляемся в новую рингой, где дети с зубами встречались со студентами. Ну или игра будущего. Называйте матч факела МГТУ, как вам больше нравится. В первом сете студенты переиграли команду Имполова в приеме и реализации атак, что позволило не только биться на равных с командой из топ-4 предыдущего сезона, но и забрать партию себе 22-25. В последующих двух сетах хозяева проснулись и буквально избили МГТУ. Чуть не побив рекорд Казани по счету в игровом отрезке. 25-10, 25-19. Настоящая драма развернулась в партии под номером 4, где гости доминировали за счет классной игры диагонального Николая Зубова и вели 20-12, 22-15. Но забыли, что сет играется до 25 очков и расслабились, совершив серию из собственных ошибок, которая превратила счет в 26-25 в пользу факела. Правда, у москвичей все же получилось опомниться и вырвать валидольную концовку. 31-29. И это, конечно, уже стало ударом для ямальцев. После такого камбэка отдать сет, нокдаун от которого сложно подняться. Подопечные Романа Имполова пытались, но не сумели. 13-15, 2-3, МГТУ одерживает первую победу в сезоне. Сам результативным игроком встречи стал Николай Зубов, набравший 32 очка, а остальная статистика на экранах ваших устройств. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждаясь игрой, остальное за винлайн. Перебираемся в Уфу, где Динамо Урал принимала питерский зенит. Первый игровой отрезок прошел в максимально плотной и равной борьбе. Зенит пытался вырваться вперед, но хозяева буквально зубами вцепились в соперника и не отпускали. Правда, сет все же завершился в пользу подопечных Владимира Олекна. 23-25. Вторая партия стартовала с курьезного момента. Романос Шкулявичус исполнил простейшую подачу, но игроки зенита принимать ее отказались, решив, что мяч летит ваут. Тут же отличные действия в защите помогли Уралу организовать контратаку. И вот впервые в этом матче Урал впереди с брейком. Восхитительный розыгрыш произошел в середине партии. Я думаю, даже во время просмотра у вас сбилось дыхание. Что же творилось у волейболистов на площадке? Янт обстучал все части блока Динамо Урал, но партнеры раз за разом умудрялись подстраховать своего кубинского доигровщика. Эпизод был похож на упражнение, когда вместо блока ставят мат и необходимо страховать отскок от него. Правда, как только у Янта получилось перекинуть мяч через сетку, Зенит показал, как надо блокировать. Будько не оставил шансов Андрею Сурмачевскому. Догоняя весь сет, Динамо Урал все-таки смогли сравнять счет. А в концовке за счет блока на Бабкевичи оформили брейковый отрыв. В данном эпизоде судья сам взял видеопросмотр. И вы только посмотрите, как идеально попал мяч. За счет ошибки Шкулявичуса Зенит выровнял цифры на табло, и команды отправились выяснять отношения на баланс. Партия завершилась достаточно спорным эпизодом. Сколько касаний во время блока сделал Андрей Сурмачевский, одному Колчину известно. Но видеопросмотра на такую ошибку нет. 26-24 равную концовку вырывает Динамо Урал и сравнивает счет. Третий игровой отрезок продолжился в упорной борьбе. Ни одна из команд не хотела уступать. Связующий Динамо Андрей Ушков отлично вел игру. Не всегда хватало качества, но в плане выбора решений был безукоризнен. А Зенит продолжил играть прямолинейно. Будько ничего особо не придумывал и стал читаем для блокирующих хозяев. Впервые в этом матче Урал добился преимущества в 3 очка. Правда от этого отрыва очень быстро ничего не осталось. Вопросы к качеству передачи Ушкова вышли на первый план. Но когда Егор Клюка планером совершает эйсы, тут уже и к приему Сурмачевского возникают вопросы. Равная борьба продолжилась. Команды обменивались съемами вплоть до выхода на подачу Андрея Сурмачевского. Отличный ввод мяча в игру без касания принимающих. В индийском волейболе за такое дают 2 очка. Ну а Сергей Савин эйсом завершает этот сет. 25-21 Урал выходит вперед. О четвертой партии за меня все скажет таймаут Владимира Олегна. 25-16 Урал закрывает сет и матч. Самым результативным игроком встречи стал Андрей Сурмачевский, набравший 17 очков. Протокол матча на экранах ваших устройств. Переходим к центральной встрече пятого тура. Белогорье в Туле принимала московская Динамо. Главные тренеры обеих команд немного удивились составами. Правда Брянский чуть больше. В основе появился Ярослав Подлесных и Цветан Соколов. Волков же выпустил в центре сетки Сергея Червякова. Вместо почувствовавшего дискомфорт на тренировке Георгия Заболотникова. В первом же розыгрыше Цветан Соколов остановил блоком Джана. Ну а китайцу повезло. Мяч отскочил ему в голову и приземлился на стороне Динамо. Где совершенно никто не ожидал его увидеть. Игроки Белогорье с самого начала стали демонстрировать космический уровень защитных действий. Что такого подсыпает Александр Волков в обед игроков перед важными матчами, непонятно. Эйс Павла Тетюхина довел преимущество хозяев до трех очков. Тайм-аут Константина Брянского. На домашней площадке сетка играла в пользу хозяев. Вы только посмотрите, сколько раз за один розыгрыш львы после, казалось бы, неподъемного отскока от блока оставляли мяч в игре. Старт встречи был просто перенасыщен красивейшими эпизодами. Этот остался за Динамо. Но к большому сожалению москвичей это был всего лишь съем. Цепкая игра в защите от хозяев не давала возможности москвичам уверенно сниматься с подачи. И каждый раз Динамо приходилось буквально вырывать эти очки. Монстр-блок от Альхачдаде увеличил преимущество до пяти очков. Тайм-аут Брянского. Не вышли москвичи на площадку в Туле. Пора возвращаться в игру. На подачах Максима Белогорцева москвичи подтянулись в счете, набрав чуть ли не первое брейковое очко за счет своих удачных действий, а не ошибки соперника. Но в этом сете Львов уже было не остановить. Играючи подопечные Александра Волкова вновь нарастили преимущество и без особых проблем завершили первый игровой отрезок. Точку поставил блок хозяев на Максиме Сапожкове, который появился на двойную замену. 25-18. На старте второго сета у Динамо вместо Ярослава Подлесных на площадке появился Антон Семышев. А белгородцы тем временем сразу закрыли гештальт из предыдущей партии, прикрыв блоком Цветана Соколова, которого до этого поймать не получалось. Эйс Джана создал брейковый отрыв для хозяев. Неужели матч продолжится по сценарию первого сета? Игра Львов была простой, но эффективной. Ну что можно сделать, когда летит такая подача, а крайние нападающие уверенно реализуют доигровочные мячи? Валар на стороне белгородцев совершенно не падал. Что творят эти парни в защите? Невероятно. А в этом элементе у них еще и резерв есть в виде Андрея Марченко, который пока находится в квадрате запасных. Состояние Динамо ярко подчеркнуло подача Ильи Власова. Если бы мяч не попал в партнера, то я думаю, он бы мог посоревноваться с кубинским блокирующим АСК. Эйс Александра Мельникова похоронил Надежду Динамо и в этом сете, плюс 7 на табло, что придумает Константин Брянский, чтобы вернуть команду в игру. Ох, что же творится на площадке? Разве это игра двух равных команд? Давайте не будем затягивать и перейдем к следующему игровому отрезку. Эх, ладно-ладно, москвичи не сдались и сделали мощный рывок на подачах Дениса Богдана, плюс Сапожков на площадке появился. Ну и этот эпизод не показать вам не имею права. Что за гений на Марченко? Фантастическая защита, реакция кошки, везде успел Андрей, браво! 25-17, 2-0, львы загнали москвичей в клетку Тула-арены и не дают им поднять головы. Начало третьего сета стало как будто продолжением предыдущего. Джан остановил блоком Сапожкова. Семышев придумал уж слишком крутую траекторию для атаки и не попал в площадку. Вновь с самого начала львы оформляют комфортный отрыв. Да и подача у белгородцев продолжала лететь просто сумасшедшая. Совершенно не видно, за счет чего москвичам возвращаться в игру. Пока все это напоминает сценарий первого матча Кубка Легенд в Красноярске. В игру решил вмешаться судья и впервые в этом сезоне зафиксировал ошибку расстановки у Белогория. Но такие мелочи в этот день остановить львов не могли. Вновь плюс 4 после классной защиты Джана и реализации атаки от Павла Тетюхина. И не нашлось у Константина Брянского способов остановить эту белгородскую машину. 25-19, 3-0, подопечный Александр Волкова оформляют важную победу. Самым результативным игроком встречи стал доигровщик Белогория Джан Зинини, набравший 13 очков. Протокол встречи на экранах ваших устройств. Самое интересное в матче происходило уже после финального свистка. Белогория в своих соцсетях выложила несколько провокационных постов, которые, будем честны, были колкие, но забавные. Динамо не осталось в стороне и выложила вот такой мем. Казалось бы класс, команды подкалывают друг друга в соцсетях, что не может не радовать обычных зрителей. Но дальше СММ Динамо зачем-то начал отвечать на каждый негативный комментарий под постом. Я здесь! За эту улицу стою! Пацаны мне всё! И я всё пацанам! Кто меня знает, тот в курсе! В любом случае, браво команда! Несмотря на отсутствие борьбы в матче, по счёту мы могли насладиться огромным количеством затяжных эпизодов с классной защитой и героическими спасениями. Да ещё и такую развлекаловку для болельщиков после матча устроили. Молодцы! Вот таким получился пятый тур мужской пари Суперлиги. Расписание шестого и турнирная таблица на экранах ваших устройств. Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Как обычно, попрошу подписаться на все мои соцсети. Ютуб, группа ВК, в телеграм перейти и получить возможность выиграть подписку на воллиру, просто нажав одну кнопку. Ну и конечно же лайк поставить. Ну а с вами был Григорий Никифоров, такой же как и вы, фанат волейбола. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok